Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратуры Чувашской республики. И я, ее ведущий, Альберт Петров. Тема сегодняшней передачи посвящена вопросам принудительного исполнения судебных решений, а также актов других органов и должностных лиц. Практически каждый из нас может столкнуться с ситуациями, когда возникает необходимость обращения в суд за защитой нарушенных прав, взыскания долгов, алиментов и иных платежей. Очень важно, чтобы решение суда было исполнено. И здесь многое зависит от работы судебных приставов, активности самих граждан, интересы которых затрагиваются. В то же время нельзя допустить на решение прав самих должников. Все должно делаться по закону. Куда необходимо обратиться для исполнения судебного решения? Как быть, если его исполнение необоснованно затягивается? Что вправе и не вправе делать судебные приставы и куда обжаловать их действия или бездействия? Каковы полномочия прокурора по надзору за деятельностью судебных приставов? Вот далеко не полный перечень вопросов, на которые мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателей прокуратуры Чувашской республики Сергей Александров. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Добрый день. Сергей Владимирович, к сожалению, вопросы исполнения судебных решений, особенно их исполнение именно в разумные сроки, очень многих волнует. Ведь никто не гарантирован от того, что права этого гражданина могут быть нарушены. Либо перед нами имеются задолженности, либо каким-то образом иным нарушаются наши права. В результате чего мы будем вынуждены обращаться в суд. И здесь, я думаю, многих телезрителей, которые смотрят нашу передачу, будет волновать вопрос. Как быть, как правильно поступить в той ситуации, когда есть уже решение суда, для того, чтобы оно было своевременно исполнено? Для начала необходимо отметить, что принудительное исполнение судебного акта, акта иного органа, либо их должностных лиц, возможно только после вступления их в законную силу. По гражданским делам судебное решение, если оно не обжалуется, вступает в силу в течение месяца, после чего исполнительный документ выдается ИСЦУ на руки. С этого момента он направляет исполнительный документ в службу судебных приставов совместно с заявлением о возбуждении исполнительного производства. И с этого времени он приобретает статус заискателя. Возникает тогда вопрос, для того, чтобы получить исполнительный лист на основании судебного решения, самому гражданину ИСЦУ необходимо обратиться для этого в суд? Или суд сразу, как выносит решение, тут же выдает исполнительный лист? Сам ИСЦУ может как обратиться, так и заявление своем указать о направлении исполнительного документа в органы Федеральной службы судебных приставов. То есть он может попросить суд направить соответствующий исполнительный лист для принудительного исполнения службы судебных приставов. Я правильно понимаю? Да. Вот тогда возникает вопрос, какие меры принудительного исполнения вообще предусмотрены законом, и на что вправе пристав? Что вправе сделать пристав в этих целях? Принудительные меры, во-первых, это обращение в взыскание на имущество должника, так и на денежные средства, ценные бумаги. Помимо этого, пристав может обратить взыскание на заработную плату, иные доходы должника, в том числе социальные и гражданско-правовые. Но обращение в взыскание на денежные средства допускается в том случае, если у должника отсутствует иное имущество, либо отсутствуют денежные средства для погашения задолженности перед взыскателем. Вы имеете в виду обращение в взыскание на заработную плату? Да. То есть если у должника есть какое-то имущество, соответственно, в наличии, то в первую очередь все-таки обращать взыскание на это имущество. А если этого имущества недостаточно для удовлетворения требований, соответствующего взыскателя, то, соответственно, он может уже принимать и меры и по обращению взыскания на заработную плату и иные периодические платежи. Я правильно понимаю? Да. Какие еще меры принятого взыскания предусмотрены законом? Судебные приставы также могут наложить арест на имущество должника в силу судебного акта. Кроме того, возможно обращение напрямую в регистрирующие органы для регистрации перехода права на имущество, в том числе на ценные бумаги. Ну и также пристав применяет принудительные меры по делам вселения, выселения. Вы довольно подробно перечислили меры принятого взыскания. Соответственно, возникает вопрос, какими полномочиями пристав, судебный пристав-исполнитель обладает для как раз-таки обеспечения этих мер и для их реализации. То есть, что вправе сделать пристав для того, чтобы, например, обратить взыскание на имущество должника, либо на заработную плату и так далее? Ну, к полномочиям судебных приставов относится это. Он вправе вызывать взыскателей, должника, иных лиц, участвующих в исполнительном производстве. Кроме того, запрашивать соответствующую информацию с целью установления имущества должника. Как правило, какие органы эти запросы? Регистрирующие в основном. Это регистрирующие органы, кредитные организации для восстановления денежных средств, на которые может быть обращено взыскание. Также пристав в случае, если он принял все меры, а они, естественно, не привели к желаемому результату, пристав вправе объявить должника в розыск, а также объявить в розыск его имущество. Розы, как правило, судебный пристав может проводить самостоятельно, а также с привлечением органов внутренних дел. А может ли пристав наложить арест на имущество должника и в целях обращения взыскания? Да, пристав вправе наложить арест на имущество должника. Это как исполнительное действие пристава. При наложении ареста производится его опись, а также оценка имущества. В случае, если должник не согласен с оценкой, пристав обязан привлечь соответствующего оценщика. Необходимо отметить, что все затраты, связанные с действием пристава, в том числе по привлечению оценщика, в дальнейшем могут быть возложены, не могут быть, а возлагаются на должника. Арест сам по себе – это исполнительное действие, которое связано в первую очередь не с обращением взыскания на имущество должника, а с целью его сохранности. Как раз арест отличается от обращения взыскания тем, что арест накладывается, как я уже сказал, в целью его сохранности, а обращение взыскания уже в целях реализации имущества и дальнейшего перечисления денежных средств на счет взыскателя. Спасибо. По конституции Российской Федерации у нас вообще жилище считается неприкосновенным. Но если возникает такая ситуация, что необходимо судебному приставу войти в жилое помещение для того, чтобы действительно удостоверить, есть ли такое какое-либо имущество у должника, и, соответственно, при его наличии обратить на него взыскание. Может ли, скажем так, судебный пристав исполнитель войти в жилое помещение помимо воли самого должника, в том числе и буквально даже использовать возможности по взламыванию запорных устройств? Во-первых, должны быть основания полагать, что в данном помещении проживает должник, либо данное помещение находится в его собственности. В случае же, если помещение принадлежит иному лицу, а должник проживает в данном помещении, то, естественно, действия приставов могут быть применены только на основании судебного акта. То есть для этого необходимо обратиться вновь в суд, уже в среднем приставу, для того, чтобы, соответственно, войти в это помещение? Ну, естественно, если у пристава нет никаких оснований полагать, что должник в этом помещении проживает, либо данное жилое помещение находится в его собственности, то он обращается в судебные органы. Часто можно слышать, я думаю, в средствах массовой информации о том, что применяется такая мера, как запрет на выезд за пределы территории Российской Федерации. Вот именно в практике, в нашей практике, в данном приставе Чувашской Республики такие случаи имеют место? Данная мера приставами используется очень активно. В силу закона пристав может вправе применить данную меру как самостоятельно, так и по заявлению взыскателя. Если, например, взыскатель имеет сведения, что должник собирается выехать за пределы территории Российской Федерации, ему необходимо обратиться в службу судебного пристава в соответствующем заявлении. Возникает ситуация, и нередко, к сожалению, они возникают, когда судебные приставы вовсе не пугают должников. То есть они не торопятся исполнить судебное решение. Более того, всячески пытаются уйти от ответственности, в том числе переписывать свое имущество на родственников, возможно, на других лиц. Нигде не работают, не трудоустраиваются только в целях того, чтобы не платить за должность. Даже те же самые алименщики, а такие ситуации тоже имеют место, которые имеют задолженность в оплате алиментов, несмотря на то, что вроде как должны быть какие-то и моральные принципы, и совесть человеческая, поскольку необходимо платить эти деньги детям, не торопятся платить алименты. Вот скажите, пожалуйста, а существует ли ответственность, именно уголовная ответственность за неисполнение подобных решений? Ведь сам страх быть привлечен к уголовной ответственности, либо подвергнуться достаточно жесткому наказанию в случае, скажем так, неуплаты алиментов, он ведь тоже играет определенную роль для того, чтобы постигнуть человека, действительно исполнить судебное решение. В уголовном кодексе есть статья 157, это злостное уклонение от уплаты алиментов. В данной статье предусмотрено вид наказания, в том числе лишение свободы сроком до одного года. За злостное неисполнение решения суда в уголовном кодексе предусмотрена, статьей 315, предусмотрена ответственность до двух лет лишения свободы. В случае, если же должник иным образом уклоняется от исполнения решения суда, в том числе укрывает свое имущество, у нас предусмотрена ответственность по статье 177 Уголовного кодекса сразительным. Данные преступления расследуются подразделениями Территориального управления Федеральной службы судебных приставов. В каждом подразделении имеется свой дознаватель. Достаточно ли часто на практике встречаются случаи, когда действительно должники, в том числе алименщики, привлекаются к уголовной ответственности? Да, достаточно часто имеются такие факты. Спасибо, давайте покажем сюжет об этом. Счастливые лица детей и молодая красивая женщина. Эти фотографии на стене будто из другой жизни. Ираида уже не помнит, когда в последний раз видела свою младшую дочь. Приставы уже неоднократно пытались трудоустроить женщину, но пока безуспешно. Ее несовершеннолетняя дочь проживает у опекуна, а родная мама даже не может устроиться на работу, чтобы хоть как-то помочь своему ребенку. Она должна почти 300 тысяч рублей. Мать троих детей неоднократно судима за злостное уклонение от уплаты алиментов. Нет, это направление вы получили от судебного пристава избавителя, чтобы обратиться в центр занясти населения. Вы обратились? Нет, не обращалась. Почему? Я знаю, что у вас есть направление. Вы должны были по этому направлению встать на учет в качестве безработного. Для трудоустройства, чтобы оплачивать и удерживать алименты с вашей заработной платы. Не обратились? Почему? Не исполнено требование? У меня на дорогу денег нет. Это Валентина. У нее две несовершеннолетние дочери, которые проживают с отцом. Ее тоже лишили материнских прав. Общая алиментная задолженность у женщины – 135 тысяч рублей. В очередной раз вас предупреждаю по стою 57-й. Даю вам срок еще неделю, чтобы трудоустроиться. Трудоустроиться из должников никто не спешит, говорят судебные приставы. Но меры к ним применяются жесткие. Рейды по должникам регулярные. Приставы проверяют имущественное положение. Вещи, принадлежащие неплательщику, арестовываются и затем реализуются через торгующую организацию. Деньги поступают на счет ребенка. Если сумма долга превышает 100 тысяч рублей, приставы забирают у злостных неплательщиков алиментов даже машины. Вообще в 2013 году у нас привлеченные к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов было 46 уголовных дел. Данной категории относятся в основном неплательщики, которые лишены родительских прав, которые злостно не исполняют свои обязанности, не трудоустраиваются. Родителям, у которых невыплаченная сумма превышает 10 тысяч рублей, запрещается выезжать за пределы России. В прошлом году таких в Чебоксарском районе было 194 родителя. Всего в муниципалитете около 450 должников по алиментам. Это число постоянно меняется. Поступают новые дела, какие-то закрываются. Судебные приставы начинают свою работу с предупреждения должников. Если после двух предупреждений должник не трудоустраивается и не начинает выплачивать алименты ребенку, то дело передают в суд. Я думаю, что многих интересует вопрос, как можно обжаловать действия либо бездействия единственных приставов и в какие органы? Законом предусмотрен порядок обжалования действий судебных приставов. Это в вышестоящем должностном лицу, в порядке подчиненности. Кроме того, действия приставов могут быть обжалованы как в судебные органы, так и в прокуратуру. А какие характерные нарушения выявлялись органами прокуратуры в рамках осуществления назора за деятельность единственных приставов и исполнителей? В основном это нарушения, связанные со сроками исполнения исполнительных действий. Опять же, хотел бы уточнить, все-таки мы про сроки-то и не сказали. Какой же все-таки срок исполнительных действий? Срок исполнения требований исполнительного документа законом предусмотрен двухмесячный. То есть в этот срок должно быть решение судоисполнено? Я правильно понимаю? Или не совсем так? Это не означает, решение суда, оно фактически невозможно исполнить даже по той причине, в указанный срок, даже по той причине, поскольку если имущество у должника не имеется, если должник получает, скажем, только пенсию, то, естественно, будет в целях исполнения требований исполнительного документа производиться удержание ежемесячное. Какие еще нарушения, кроме нарушения сроков совершения исполнительного действия, встречались на практике? Бывают факты бездействия судебных приставов по, скажем, как по имуществу, так и неимущественному характеру требований исполнительного документа. Например, прокурором Московского района при рассмотрении обращения заявителя был установлен факт бездействия судебным приставам в той части, что пристав, зная о том, что у должника имеются транспортные средства, никаких мер в течение полугода не применял по его изъятию и обращению на него за искание. Есть ли примеры принудительного исполнения судебных решений уже не связанных с исканием денежных средств, например, связанных с выселением из жилого помещения? Да, такие исполнительные производства в территориальных подразделениях службы судебных приставов имеются. Такие исполнительные производства в территориальных подразделениях службы судебных приставов имеются. И, как правило, приставы к должникам применяют меры принудительного исполнения, в том числе путем принудительного выселения из живого помещения. Ну, есть ли примеры такие конкретные? На территории Московского района был установлен факт, что дом, который подлежал сносу, и все жители, проживающие в нем, были уже выселены, им предоставлены иные жилые помещения. И, несмотря на это, нашелся гражданин, который по каким-то причинам зарегистрирован в данном жилом доме. И, значит, организация, которой был предоставлен указанный дом под снос и под строительство нового жилого дома, обратилась с иском о выселении данного гражданина. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. В декабре 2013 года служба судебных приставов исполнила судебное решение о сносе неподлежащего для жилья домашней постройки. История этого исполнительного производства такова, что долгое время гражданин не исполнял решение суда. Несмотря на то, что они получили жилье от строительной организации, а именно взыскательную выступила строительная организация «Союз», она предоставила же всем проживающим в этом доме квартиры благоустроенные. Но, несмотря на это, глава семьи активно использовала всякие ухищрения, чтобы не исполнить решение суда в срок. И, соответственно, этот документ пришел к нам на исполнение. После долгих судебных тяжб, разбирательств, уговоров, несмотря на то, что в какой-то момент он согласился на снос этого здания, то уже к моменту, обговоренному с гражданином, он пошел в отказ и всячески препятствовал сносу дома. Но, несмотря на это, судебное решение было исполнено. Сергей Владимирович, существуют ли иные способы исполнения судебных решений, кроме обращения в службу судебных приставов? Да, конечно. Если имеется информация, что у должника имеются денежные средства в расчетном счете какой-либо организации, то взыскатель вправе направить мину из службы судебных приставов непосредственно в банк для исполнения требований, содержащих в исполнительном документе. И каковы действия банка в этом случае? В действии банка банк накладывает арест на денежные средства в пределах суммы установленных предусмотренных исполнительным документом и в течение трех дней перечисляет взыскателю. Нередко возникает ситуация, когда ответчик, зная о том, что в отношении него есть исковое заявление в суде о взыскании за должности, предпринимает все меры для того, чтобы скрыть, укрыть свое имущество от возможного взыскания. То есть, либо его переписывают на родственников, возможно, либо реализуют каким-то образом, обналичивают счета в банке. Как гражданину, перед которым имеется задолженность или чьи права унарошены, себя обезопасить и принять меры к обеспечению исполнения судебного решения еще до того, как оно состоялось? Возможно ли такое? Необходимо тут разъяснить гражданам, что при рассмотрении судом какого-либо заявления необходимо заявлять ходатайство об обеспечении иска. То есть, запрет на какие-либо регистрационные действия, на спорное имущество. Арест на имущество может быть наложен в рамках обеспечения иска? Да, может быть наложен на арест также. То есть, можно быть уверенным, если суд наложил арест, что в данном случае это имущество никуда не будет реализовано? Я правильно понимаю? Совершенно верно. Спасибо, Сергей Владимирович, за обсуждение столь важной, я думаю, волнующих многих граждан темы. А я еще раз напоминаю, что у нас в студии был прокурор отдела по назору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателей прокуратуры Чувашской республики Сергей Александров. Как видим, добиться судебного решения в своей пользы всего лишь полдела. Важно грамотно и своевременно принять меры к его исполнению. Искренне хочется надеяться, что советы, прозвучавшие в нашей передаче, смогут в этом помочь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова